Всем здравствуйте! Это я Валентина. Моя маленькая кухня. Сегодня я готовлю рис и покажу, как я это делаю. Я промыла очень-очень хорошо рис. Сначала два раза заливала густым кипятком, ждала по 5 минут. Во третью горячую воду я добавила столовую ложку лимонного сока. Ее тоже подержала, потом еще промыла до тех пор, пока не побежала прозрачная вода. И вот он такой у меня получился. На сковородку у меня разогрелось. На таких два стакана я беру 50 мл растительного масла. И приблизительно столько же сливочного масла. Есть. Значит, следующий у меня будет соль. Это где-то, наверное, ну так, чайная ложка точно. Сейчас я растоплю масло. Вот оно вот так. Считит поначалу. Сейчас соль разойдется. И сюда я добавлю тоже, ну, меньшую чайную ложку сахарного песка. О, сразу аромат пошел ореховый. Очень вкусный. Этим временем у меня вскипел чайник. Все. Соль разошлась. Стало вон уже такого карамельного цвета. Больше жарить не надо. И дальше я выкладываю сюда рис. И начинаю его тоже жарить. Ну, где-то минутки. Минутки 3-4 мало. Ну, где-то минутки 5-6 точно. Вот он начинает даже немножко желтеть. Огонь у меня средний. Чтобы не пить жестерый. Ну, ничего страшного, даже если он от сахара начинает темнеть. Абсолютно ничего страшного. Постоянно помешиваю. Видно? Постоянно помешиваю. Вот он с одной стороны, с другой стороны взялся. Новый аромат. Карамельный. И вот вы увидите, как масло он в себя более-менее возьмет, станет суховатым. То тогда мы уже начинаем добавлять воду. На две емкости. Вот у меня две кружки. Два стакана, неважно. Риса. Соль. Ну, соль, в принципе, по вкусу. Если не будет недосоленой, можно потом будет посолить. Но чайную ложку я все-таки так с верхушечкой сыплю. Чайную ложку сахарного песка без верха. 50 литров. 50 миллилитров растительного масла. И 50 грамм сливочного масла. Вот сейчас он пропарится как следует, прожарится. И мы будем добавлять кипяток. Только что вскипел у меня чайник. И ждет своего часа кипяточек. Вот у меня он почти стал как бы подгорать к сковородке. Прилипать вернее. Ну вот еще минуты. Две. Мы его помешиваем. Замешиваем. Вот таким образом. Сейчас мы зальем его кипятком. Две емкости. Две кружки у меня риса. И три с половиной кружки кипятка. Все, погнали. Аккуратно. Раз. Убавляем сразу. Огонь. Два. Три. Ну и половинка. Половинка кружки. Все. Это мы перемешиваем. Сейчас перемешали. Один раз. Хорошенечко, чтобы он равномерно спрятался в водичке. Все. Закрываем крышкой. Буквально минутки на три. Как только начинает кипеть, мы его снова перемешиваем. И закрываем тогда уже на 20 минут. Вот такая вот крышка. Потому что очень большая сковорода. И крышка только такая. Но она очень удобная. Правда, немножко горячая, но тем не менее. Рис получается очень рассыпчатый. Очень вкусный. Такой привкус. Сладким он не будет. Не бойтесь. Можно потом с любым. И с мясом, и с сосисками. Вот у меня сегодня будет ужин рис с сосисками. Поэтому через 20 минут я попробую. И попробуйте, кто будет готовить вы сами. Главное, что пропорция. Это два стакана, пусть на стаканы. Два стакана риса. Моем до прозрачной воды. Две воды. Первая. Кипяток. Стоит по 5-6 минут. Третья вода с лимоном. И дальше мы хорошо промываем. Но это получается 7-8 раз. 50 миллилитров растительного масла. И 50 грамм сливочного масла. На сковородку. Соль чайную ложку сверху. И неполную чайную ложку сахарного песка. Растворяется в масле. Закладываем рис. Заливаем кипятком. 3,5 стакана. Перемешиваем. Закрываем крышкой. 3-4 минуты. Как он закипит сейчас. Я его перемешаю. И потом, не открывая, на самом медленном огне, 20 минут. Через 20 минут я уже посмотрю. Либо он будет готов. Либо он еще, еще нужно немножко, там, 3-4 минутки, смотря какой рис, подержать. Так что, покажу уже через 20 минут, какой он у меня будет красивый и вкусный. Заходите на мою кухню. Милости прошу. А это была Валентина. Всем здоровья, счастья, удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я с благодарностью к этому отношусь. Спасибо большое.